Мои чудесные, драгоценные слушатели, мне вообще потрясает, что меня смотрят, и мне удивительно вообще, что действительно есть люди, которым это надо. Ну, собственно, для них я вот и сижу на противности и снимаю. Никто не задает этого вопроса, а вот он у меня родился сам по себе. А возможно ли какая-то профилактика и вообще этично ли? Я как бы народный целитель, но я же не медик, и вот этим умной терминологией я не могу манипулировать. Но что мы могли бы теоретически сделать для того, чтобы предупредить заболевание? Ну, первое и самое основное, это, конечно, то, что человек должен с собой заниматься. Я не говорю о здоровом образе жизни, об этом спорная такая для меня тема. Я говорю о том, что теперь, конечно, когда я имею те знания, которые у меня есть, я прекрасно понимаю, что да, клизмы с содой и перекисью, всевозможные процедуры, промывание, все то, что я делаю сейчас, если бы в меньших каких-то объемах, да, вот как Настя, например, начинала. Настя начинала в 24 или 5, 26 лет. А я начал в 50 с этим. И, конечно, есть большая разница. Поэтому профилактические занятия и профилактика, она не ограничивается только диетой, да, там, положим, или еще чем-то, ни в коем мере. Она в первую очередь состоит из процедур, тех процедур, которые я наработал на протяжении последних 11 лет. И, конечно, у меня, надеюсь, грандиозные планы и в плане оздоровления еще, и омоложения. И, вот у меня недавно был кризис, да, я вообще, как бы, еле-еле мог подниматься там. А сегодня абсолютно спокойно, подход 30 раз с тяжелыми гантелями и хорошая прогулка. И это, вы знаете, это все работает. Не думайте, пожалуйста, что то, что мы с вами обсуждаем, это какой-то такой пустые разговоры. Нет, оно работает. Поэтому, конечно, профилактика возможна и делать что-либо возможное и процедуры до того. То есть просто ввести это как образ жизни. На сегодня все, друзья мои.